друзья привет меня зовут сергей рядом с вами слава сегодня у нас на обзоре бренд под названием карна барселона у нас набралось пробничков у нас нет ни одного полноразмерного флакона потому что бренда ну я не знаю мы не в итоге ничего особенно не нравится хотя аромат прикольно да я знаю них один аромат который похож на блок афгана по моему есть аромат с полосантой мне он нравится стать его обозревал да давай давай вместе мне будет интересно послушать твое мнение об аромате бренде это испанский бренд ниша и первый валкана вулкана концентрация о д парфан наверно будет пахнуть лавой какими-нибудь минералами что же это может быть очень знакомый профиль роза профиля роза и шафран нет не шафран а как будто что весь это медицинская какой-то такой металлический аспект это роза это роза прям такая яркая красная вулканическая роза и как будто добавили туда красных ягодок малины может быть клубника мне кажется что здесь есть еще что сладенькая амброчка это варенье ягодное варенье розы мне в это металличность не нравится здесь она слайд камбра деревяшкам либо это шалфей для шафран точнее это обысказать популярный профиль розы может быть со специями до банально немного но это красиво и этому аромату поставлю восьмерку болгарская роза имбирь индонезийский мускатный орех пачули алибанум нагармота бензоин лапданум ветивер и уд то есть это роза уд по идее куда как такого сильные не слышу наверное имбирь дает мне вот эту металличность шафран кстати вот есть немного схожее направление с уд сатин муд с франциском куджаном есть тебе схожи нет совсем не схожа никак не похоже нет куджан только более вот там выделаны шалковисты такой есть это другая есть куда особо и не чувствуется до курс по идее это кожи много кож что мы начали с каких-то удов кож так получилось не почувствуемся остальное получилось приятно мне нравится похоже профиль я слышал тоже но это похоже на блок афгана это блок афгана блок афгана подобная но это кожа да есть какие-то паленые деревяшки но он не слишком дым или это сказал ну и что-то сладковатое и знаешь он более деликатный если сравнивать блок афгана есть меньше животных стиль меньше вот этой сказать он более носибельный мне кажется и похож на фортис от ликвид им инженер фортис он тоже облака афгана подобные ну наверное да я соглашусь это в ту же сторону он действительно древесный кожаный и опять же удовый а вот здесь шафран заявлен но я его не чувствую вот в предыдущем было намного больше и да здесь кожа уд и всякое такое двое глянем сравнивать ли с блок афгана да с блок афгана 880 голосов за и 200 против фортис фортис примерно столько же короче 297 за 61 против давай то это семейка ну прикольно то есть они вот такая семейка что очень они все похожи просто самый первый пилос блок афгана открыла такой тренд на то есть и мне и фортис нравится блок афганы и это очень хорошо ему ставлю десятку но мягкий аромат хороший следующий аромат полосанта ты его уже разношу я даже снимал ролик снимал ролик про полосанту аромат с полосантой смотрите в описании под этим видео будет ссылочка так что и даже поставьте лайк что-то плохо брызгается если вам это нравится наши ночи видно здесь будет полосанта а он такой должен быть еще нет не полосанта мне пахнет такая сладкая-сладкая деревяшечка к нам сладенькая и вот эта сладость она умеренно на не зубодробительная как бывает какая-то или она какая-то сливочная 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 карамелька сливочная конфетка а когда будет полосанта на год попозже полосанта да она со временем там появляется уже древесная вот эта база когда вы кстати полосанта прям рядом со мной есть к контейнер франциско курджан вот полосанта если ее поджигать сейчас я не буду потому что он дает такое подгоревшее дерево и она потом сладковато пахнет вот этот дым вот понюхала полосанта вот сама вот это кстати есть или грошечка и сладковато сама это деревяшечка на 100 сладко но девяшечка на не сильно пахнет аромат сильно сладкий сильно кроме он древесно-ванильный лактонный вот она сливочная карамель аромальд артемизия молоко бояква бетонка ваниль сандал и витиллер прикольный вы знаете что полосанта изгоняет злых духов из квартиры очищает ауру немножечко не парфюмерные темы да и изгоняется всех твоих друзей кто это не верит гонять друзей из квартиры кому это не на лукоморье лукоморье дуб зеленый золотая цепь ну значит должно быть что-то что-то если честно зеленые у них все как-то плохо работает плохо пшикается но не пшикает и его совсем не пахнет ну потому что не пшикнула совсем попробую сейчас интересно процедура а так получается многострадальческая рукаморье новая приятный аромат кстати лукоморье должно быть пахнуть дубом если по стиху достаточно вы выше мне недостаточно мне нужно чтобы я чувствовал запах и не понял его а по поводу полосанта сколько я поставлю я ему ставлю десятку тоже мне нравится этот аромат это прям твой бренд я не скажу что мой бренд но они делают очень хороший аромат вот что скажу они носибельные несмотря на то что это ниша это ниша которая вот кстати если вы интересуетесь сейчас нишей только стали ее изучать вот барселона корнир как раз таки подойдет потому что она этот бренд не спугнет своими ароматами и они все-таки не люксово пахнут они хорошие ну это какой-то сладенький аромат и не мне тоже есть небольшая металличность пахнет жвачкой да что-то такое цветы какие-то фрукт как будто может быть даже груша я бы даже сказал что пахнет каким-то шампунем для меня знаешь какой-то шампунь но вот такая одушка какая-то металлическая интересно почему называется на лукомоле и и этот аромат как будто мне больше подойдет не для носки а для дома то есть аромат для дома вообще он интересный мне кажется это была линейка из трех ароматов вот они там разноцветные какие-то были или там что-то еще есть из этих ароматов цитрусовый свежепряный но кстати вот цитрусов как-то не очень а ну вот такие здесь лемонграсс бергамот грейпфрут розовая вода розовый перец черная смородина семена гибискус пачули мускус очень необычная ноты на самом деле ну скажи что здесь роза вот если первое взять вам роза ну как раз ваша есть что-то схожие вот из металличность так же самое а вот лукоморье это роза она такая прям нежная очень нежную панк это разбавлен здесь розы особые и очень сложно вычислить больше фруктовая подсказал такая ну вообще тоже неплохо ничего из этого бренда пока и не отпугивает лукоморье я бы выделил больше для девушек и каждого для молодого именно для молодых а фрагрантика тебе говорит что да больше для девушек я знаю что горит фрагрантик супермун супер луни подожди что такое супер луни это когда луна катка огромная ну да сейчас должна быть что-то очень кстати все эти ароматы о да парфон и хорошая должна быть стойкость я знаю одну полосанту и пазан ты держится с труда вечер вас на superman это грейпфрут плюс черная смородина да вот какая-то такое сочетание мне и то и другое слышится я не знаю какие там ноты это просто моё первое впечатление прям ягоды прям вот ягоды но очень приятно прям ведро с ягодками и возможно как будто малинка может быть есть и пожалуй больше ничего не слышу вот это вот может даже смородиновая веточка помимо ягодок чем вообще супер очень ароматно наверное в супер и луни расцветает цветок смородины супермун красный на этот раз них флакон кстати я работаю крышки такие как раз деревянные у них он должен быть древесный фруктовый фужер ну ладно вот черные смородины и желтый мандарин и гранат ну хорошо ну вот да смородинка чувствуется цитрусами чувствую здесь гранат нет но я могу его додумать наверное это не самый очевидный гранат которые нюхал это точно жасмин белая амбра ландыш пачули ветивер и мускус база у них какая-то везде он такой уходовый вот немножко в уходовый уходит такой прям деликатный такой мягкий вот для меня это прям вот как будто тебя вот этот ром от меня вот окутывает в нежнятину такую очень приятный для любителей черной смородины стоит посмотреть мне кажется не знаю как он будет в нос в нос но смотреть но из вот этих всех ароматов superman пока что мы захотясь разносить больше всего я вам поставлю восьмерку на самом деле нашим низкие оценки этому бренду как-то не хочется ставить они все хорошие все хорошие сели лайма цель какое-то странное название ну раз там лимон значит это должно быть лимон но наверняка он будет какой-то необычный по крайней мере он сжигает этим флакончики у них тоже симпатичные такие они кубические с такой массивной большой крышкой деревянный цедра лимона здесь очень душистый лимон очень приятно классно пахнет кстати говоря но лимонище да дальше и что-то древесные будут точно мускусы ведь теперь и по щуле вот 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 все похож на лимон лаборатория альфатива нет не похож лимон лаборатория альфатива он более яркий и более кислый а здесь он не кислый тоже кислород более души душистый но не сладкий не сладкий но сладость есть определенная и вот лимонные какой-то больше как порошок как лимонные кислота из кукурузных палочек вот что так да 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 мы согласен цитрусовый жирный и белые цветы ну конечно вот итальянский лимон лайм бергамот лишь черный смородин цветок апельсин и жасмин и конечно же в базе мускус пачули и где этот аромат идеально подойдет для любителей цитрусовых ароматов кто любит лимоны он красивый он не уходит никакой одеколонец то есть когда бывает лимон и уходит в одеколон почему этот хорош это же мустолую восьмерку не нравится что все прям все хорошие ароматы почему мы так долго их собирали не носили из салат на конце салат саладу думаешь интерврате как салат из них название как салат ну значит должны быть зеленые да огурцом пахнет свежий да он чем-то еще базиликом каким-то укропом немного петрушка действительно на хорошим салат такой ароматный очень он не даже картинками как это пошла в горле и джинсал да в этом салат из такой гость прям укроп слышу здесь укроп огурец и знает знаешь чем пахнет вот эти малосоленые огурцы вот эти биты огурцы до слабосоленого здесь может быть альдегиды будут либо вот сантал или артемизия и такая свежесть огуречную ну вот этот сам воде не значит на день он какой-то вот пахнут салатом не а ну почему вопрос примеру свежим огурец дает свежесть аромату и это нормально пахнет что ты абсолютно прав здесь огурец и кстати соль малосоленый огурец браквайский петит грейн берком от розовый перец и так апельсином мускус древесные ноты то есть и определил абсолютно точно ну саленые огурчики но это очень странно это странно наверное мне ставлю семерку семерку или даже шестерку потому что мне меньше все понравился я не люблю но не хочется пахнуть огурцами свежими честно чтобы я бы выделил чтобы и было но подумай потому что у меня очевидный фаворит это супермун я люблю смородиновые ноты и здесь еще гранат что там еще было ну и цитрусы и он мне немножко похож на что-то наверное на дептик там с лебедем такой вот аромат такой он тоже с смородиным листком классный ну что у тебя что малосольные огурцы в итоге в итоге мне понравился лимон хороший очень аромат такой прям аромат чистоты свежести мне понравился на полосанты я люблю полосанту и нравится этот аромат и он очень красивый и он необычный он ни на что не похож то есть ничего подобного и в парфюмерии не встречал особо и он прям в чуть в точь в точь передает аромат с собой полосант расскажите что у вас есть инфа бренда будет очень тесно подслушать подписывайтесь ставьте лайк заходите на наш телеграм-канал всем отличного дня гибай